всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл надеюсь света в этот раз достаточно в правой руке у меня zenfone 5 lite облегченная версия нового 5 zenfone от от компании asus и могу сказать что телефон ну какой-то степени мне понравился но в основном не то что недостатки но удивил скажем так я бы его назвал странный телефон в любом случае вывод делать о том странным или не странный покупать или не покупать конечно же вам посмотрите обзор я расскажу честно обо всех минусах особенностях и недостатках этого телефона погнали первое что о нем нужно знать то что дисплей здесь 6-дюймовый матрица IPS понятно что 2 к 1 или 18 на 9 то есть 260 на 1080 пикселей разрешения телефона в плотность дают 402 ppi это много тип защитного стекла вообще не указан это удивительная сайт айсос перерыл но не нашел такой информации также кстати и не нашел здесь 4 камеры 2 основных 2 фронтальных и 2 вспышки основная и фронтальная тоже такой некий тренд становится и не написано 2 вспомогательная камера также широкоугольная сколько у него мегапикселей то есть либо эту информацию утаивают либо просто забыли другого объяснения у меня нет но не столь это важно дисплею есть вопросы если в подавляющем большинстве случаев даже делая какие-нибудь недорогие сяоми вот в правой руке у меня сяоми редми ноут 5 обращаю внимание что это именно ноут то есть ну не братья-близнецы на действительно нечто есть общее между ними есть потом сами такой дизайн делает уже третий год ладно сяоми мы уберем нам и в этом обзоре не нужен по факту по дисплею закончу к чему я говорю что обычно я привык говорить к дисплею вопросов нет он замечательный классный здесь есть вопросы он мне кажется немножко белесым как это описать сложно здесь не хватает настройки цветовой температуры вроде от менюшечки прорисованы даже чем-то красиво но чуть-чуть не то глаза у всех разные понятное дело если планировали такой телефон покупать а в нем есть свои достоинства не такая заоблачная цена хотел сказать о бренд asus однозначно вроде как а бренд но в телефонах он и не новичок и непонятно поэтому как к нему относиться то ли как к бренду то ли просто какому-то середнячку я для себя такой градации поэтому бренда так до конца и не сделал а вы что думаете напишите комментарий по этому поводу как бренд asus телефонах для вас так вот если закончить по экрану то он из 10 баллов я баллов наверное 7 дал максимум вроде неплохо но чего-то не хватает просто чего-то не хватает сложно описать иначе никакой моно брови так называемый сверху у нас две камеры 2 широкоугольная сейчас и поговорим после процессора сразу и внешнего вида и соответственно есть датчик уведомлений индикатор уведомлений кнопки переназначаются на нижней части корпуса кнопку назад и кнопку список последних приложений можно поменять местами и отмечу та же самая ну не проблема и не беда но близко к ней эта рамочка вокруг экрана они и здесь достаточно большие мало того сами рамки от именно рамки они большие реально для 2018 года сделала компания их многовато могли бы телефон сделать несколько уже с экраном мы закончили переходим тогда к внешнему виду телефон пластик и стекло то есть стеклянный сэндвич двух сторон опять же тип защитного стекла я нигде не нашел информацию asus нет на сайте официальном gorilla glass или какой-то еще dragon trail как ставит например сяоми не знаю но что то здесь наверняка есть рама конечно должна быть металлической об этом также нигде не указано напоминает по ощущениям пластик я несколько затруднений но конечно она должна быть металлическая с правой стороны кнопка включения кнопки громкости почему я так говорю просто я проверяю сайт с официальной информацией я даже залезаю иногда на gsm арена тоже gsm арены арена такой некий на весь мир наверно самый авторитетный сайт из всех что я знаю на котором точно ошибок нет но стараюсь туда не лазить но если требуется залезай там тоже нет информации по камерам по типу стекла и так далее к слову динамик один динамик обычный как бы ждал даже лучшего хоть этот телефонный середнячок но так средний и здесь не тайп си здесь еще пока микро юсб вот здесь вот микро юсб 2018 году слот совмещенный либо две сим-карты либо вместо второй карту памяти до двух терабайт таких карт нет но поддержка уже есть камеры по них сейчас и поговорим и сканер отпечатка пальцев на спинке вообще телефон вот отсюда смотрится очень даже неплохо такой белый красивый знаете даже надпись asus такая зеркальная как-то все в тему хотя бы выделяется чем-то мне нравится не знаю как вам с лица же портит впечатление небольшой черной рамочки ладно переходим тогда к процессору а тут ребята у нас все хорошо здесь qualcomm snapdragon 630 этот процессор набирает не так и много в районе там 87 тысяч баллов по antutu но позволяет играть world of танк на максимальных настройках где-то 50 52 55 fps то есть он близок к 660 близок к новому 636 и близок конечно уже к флагманским то есть этот процессор выше среднего пусть 100 тысяч психологической отметки в antutu он не набрал но поверьте вы будете им довольны процессор хороший но обращаю внимание что есть версии 32 и 64 гигабайта встроенной памяти есть процессор 430 который настоящий середнячок так вот берите версию на 64 гига с четырьмя гигами если хотите покупать этот аппарат от asus и соответственно 630 snapdragon ну и поговорим тогда камерах 16 мегапикселей основная камера плюс широкоугольная неизвестных мегапикселей фронтальные камеры 20 мегапикселей плюс неизвестная широкоугольная все что о них нужно знать то что широкий угол это как экшн камера вот так вот в стороны то что широкоугольная камера снимает лучше пусть она искажает краю но снимает лучше чем основная это касается по моему не по моему это касается и фронтальной основной камеры видео кстати способен телефон записывать до 4 кей есть две вспышки как говорил на фронтальную и на основную камеру оригиналы посмотрите по ссылке под этим видео мне кажется камера средненькая если откровенно назвать вещи своими именами ничем абсолютно не удивило ну и не сказать что сильно прям разочаровала посмотрите оригиналы и свое мнение собственно сложите видео пишет кстати шумами с небольшими а вот батарейка 3300 миллиампер час это не так и много честно говоря для шестидюймовый IPS экрана но в реальности телефон живет хорошо ну как хорошо как и большинство современных телефонов по идее день полный с утра до вечера у вас будет по идее видео крутить видео крутит без перерыва на максимальной яркости чуть больше 8 часов результат тоже чуть выше среднего автономность неплохая нехорошая ближе наверно хорошая даже скажу так несмотря на относительно небольшую емкость аккумулятора но чудес здесь нет тот же сяоми например будет держать больше там батарейка 4000 миллиампер час и более эффективный более новый процессор если мы говорим о redmi ноут пятом как ни странно еще пока android 71 на данный момент когда снимаю обзор в конце апреля 2018 года каких-то супер настроек я не нашел как и говорил нет настройки цветовой температуры экрана но другие настройки есть есть например режим управления в перчатках есть zen motion движение это жест касания это удобно на самом деле может пригодиться дважды нажмите чтобы включить экран например двойным этапом можно экран включить либо рисовать разные приложения на экране и рисовать пальцем разные знаки и запускать приложения кроме того есть режим управления одной рукой и жест перемещения жест перемещения это на самом деле поднести устройство к уху чтобы ответить на вызовы вещь полезная ну и перевернуть телефон чтобы отключить звук тоже возможно кому-то пригодится в принципе это все больше ничего необычного нет единственное еще камера способна записывать в формате рав если вам это вдруг важно да и все в принципе настроек стало меньше чем было раньше на сусах и они переработали опять свою оболочку зевай но по большому счету темы можно настроить но чего-то необычная здесь не найду мало того мне кажется некоторые уже 2018 году вещи стали лишними другой стороны пусть они будут я просто говорю например там главный экран размер ярлыков мне кажется этим никто не пользуется даже я давно этим не пользуюсь года так с 2015 но asus все-таки старается и за это наверное сказать стоит им спасибо оболочка притом знаете как ни странно 2018 год все производители подтянули у них все реактивно даже у дешевых телефонов вдвое дешевле этого той даже вообще еще два с половиной раза дешевле быстро быстро все работает здесь же у нас есть меню приложений но открывается она с небольшой такой задержкой даже странно почему потому что предыдущие вот zenfone 4 например работал быстрее чем этот zenfone 5 с приставкой light да ребята еще самое главное для не для всех но для части аудитории как и для меня здесь есть разъем для наушников для меня это важно с хорошими наушниками телефон способен выжать из телефона можно выжить достаточно неплохой звук здесь не указан тип какой здесь цап стоит я сомневаюсь ли что-то стоит но все-таки на сайте производителя что-то про звук особо заявлено и качество звучания лучше чем звучат например те же сяоми или а серия от самсунга например звук неплохой опять же можно поиграться с настройками dolby так называемый раньше она называлась сейчас она никак не называется но здесь есть такая настройка игровой звук для фильмов для аудио и так далее лишний плюсик корму этому аппарату в целом если подводить итоги то телефон немножечко странный на мой личный взгляд меня ничем удивить не смог достаточно большой с большими рамками пусть по-своему красивый с обычной автономностью с обычными камерами единственно выделяется конечно широкоугольные любителям чтобы и сэлфи основные камеры чтобы в кадр много влезла вам понравится раньше так делала только lg с нормальным процессором qualcomm snapdragons модулин и nfc с хорошей навигации и колонас и бейду и gps все есть решать вам если кто-то думал купить или нет надеюсь мой обзор был вам полезен посмотреть цену на телефон и купить его либо любой другой телефон который вам понравится можно в интернет-магазине q.ru это мои друзья с ними я уже с лета уж скоро год будет как я с ними сотрудничаю беру для теста телефоны есть универсальная скидка в 500 рублей даже на дешевый сяоми или на meizu очень выгодно может быть можете с этой скидкой купить любой телефон на сайте q.ru это реально не обман и цена иногда получается ниже чем минимальная цена в яндекс маркете если вы не в россии посмотрите у них пять пунктов самовывоза есть в краснодаре и в других пожалуйста посмотрите ознакомьтесь примеры фотографий также я положил по ссылке под этим видео можете посмотреть также примеры видеозаписи а вам как всегда говорю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид счастливо и не забудьте подписаться на канал всегда много интересного теперь же точно счастливо